Всем привет, друзья, на связи с LTI Fight News, мы все еще в Минске, BFC 45, рядом со мной Иван Жвирблян, наш чемпион, наш поясоносец, я правильно это слово сказал? Ладно, Иван, приступим. Первый вопрос меня очень интересует, твой бой на NFG последний, да, крайний твой бой на NFG? Очень много вопросов, очень много хейта, так называемого, в интернете. Давай расставим все точки над «и» и скажешь ты свое слово, чтобы тебя услышали, а мы постараемся максимально сделать это правильно. Всем здравствуйте. Ну, по последнему бою я хочу вам честно сказать, Андрей Красников меня вызывал на бой лично сам. Они просили, чтобы я в этой организации побился, и я согласился. В итоге он так таково вес, получается, не сделал, у него лишних, получается, 2 килограмма 800 грамм. На самом деле он достаточно опытный, другой боец, хотя бы я даже пониже, не такой опыт, у него, конечно, 14-5, у меня как бы был рекорд 5-3. Не каждый боец согласится, если там он намного не вошел, получается, вес. Мог бы кто-то отказаться, но я не отказался, и в любом случае, на меня просто многие люди пришли, многие меня поддерживают, поэтому я в любом случае не мог отказаться от этого боя. Я согласился, он вышел в желтой карточке, он сам меня лично вызывал на бой, поэтому я не мог отказаться. А то, что там, он мне там, типа, началось такое, даже можно сказать, тренер мне начал после боя предъявлять в том плане то, что... Его тренер, да? Да, его тренер. Он начал мне предъявлять так, как ты так мог, типа, восстановиться, почему ты там чем-то был намазан. Я говорю, нет проблем. Я говорю, ради бога, давайте сделаем сейчас, как вы говорите, типа, как ты так мог восстановиться, я говорю, давайте возьмем меня на допинг. Без проблем, говорю. Я и ваш соперник, ну, вы, типа, вы делаете. Я без проблем. Можете, говорю, сейчас взять в мазок и посмотреть, есть на мне вазелин или нет. Просто мне так тренер Красника сказал, что ты, типа, обмазал вазелином. Как? Ну, это, я считаю, это глупо. То, что там говорят, что я, типа, запрещенное ударе делал, ну, это неправда. Локтем я бил не 6, не 12, там четко было понятно. На самом деле гонг очень плохо был слышен, и после гонга он первый начал. Я же не тот парень, который будет там терпеть мне пару ударов, конечно. Я тоже в ответку стучал. Так, на самом деле, он бой проиграл. Что он мне сделал? Он мне вообще ничего не сделал. Тем более он желтой карточкой. Любой спортсмен должен думать своей головой. Мне нужна была победа, правильно? Зачем мне рисковать, если есть желтая карточка? Я считаю, боец не то, что должен сразу рубиться, он должен прежде подумать своей головой. Если тебе нужна победа, да, он мне ничего не сделал. Ну, что за ногу держался? Ну, подержался и все. Больше мне там ничего не сделал. Что мне ударки? Он ничего только мне показал. Поэтому мне не нужно бояться. То, что он опытный, ну, и что, что опытный. Я хочу биться с более опытными соперниками. Поэтому, то, что там мне говорят... А, говорят, типа, про реванш пишут. Если меня эта организация заинтересует, то вопросов нет. Я могу побиться еще раз. Но пускай тогда он сделает вес, а не так, что 68. Я готов, что... 66 на 66. Четкий, ясный вес. А не так, что у меня... Прихожу, потом мне говорят, типа, может, ты побьешься. Он не попадает. Пускай делает вес, ради бога. Но, главное, пускай меня организация заинтересует. Ну, сами понимаете. Конечно. Мой труд должен оплачиваться. Я езжу на сборы, я оплачиваю сборы. Мне там люди помогают. Поэтому мои вложения должны хотя бы на 50% окупаться. А мне в минус нет смысла. На этом это спорт. И в спорте я должен, сами понимаете, семью прокормить, самому тренироваться. Поэтому это не то, что ты должен тупо биться и все. Все правильно. Должен смотреть на будущее. Ну, продолжим. Закроем эту тему. Я надеюсь, закроем эту тему. Реванш хотите, организовывайте. И вам всегда заинтересует. В общем, давай тогда немножко поговорим про ближайший Иглс. Очень хочется. Есть ли какие-нибудь подвижки по этому вопросу подраться и второй пояс получить? Не, бой в любом случае состоится. Бой за два пояса, но будет в категории 68, я так предполагаю. Потому что у Мирчи, моего соперника, 66 пояс, у меня 70. Я так понимаю, что он не промежуточный вес сидел, 68. Я только за. С таким уровнем бойцом я только с радостью побиться. Точную дату я вам не могу сказать. Точной даты нет. Но я с радостью готов побиться. С радостью. Потому что он опытный. Для меня это очень хорошо. Поэтому я только за. Понятно. Ну, давай тогда подытожим немножко. Я не буду спрашивать, как мероприятия и так далее и тому подобное. Все это банально. Давай скажи, как ты считаешь, как в Беларуси развивается ММА, смешанное единоборство? И как эти турниры влияют на это развитие? Ну, на самом деле приятно, что есть хотя бы вот такие турниры. Есть плюс, что получается в городе Минске хотя бы, даже по всей Беларуси хотя бы, знаю, что у нас какие-то турниры проводятся. Потому что ММА у нас очень слабы в Беларуси, я вам честно скажу. То, что говорят, что у нас сильная, нет, это неправда. Мы очень далеки даже от той же самой России. Мы очень далеки. Я побывал на сборах, поэтому, я вам честно скажу, у нас очень слабо. Очень слабо для этого, на самом деле, я вам честно говорю. Для этого, чтобы спортсмены росли, их нужно поддерживать. А то, что некоторые спортсмены работают, потом тренируются, росту не будет, росту не будет. И между собой залы конфликт есть, должны быть открытые ковры, чтобы менялись. С своими опытами, да, а не так, что друг на друга из пятишка смотрим. Поэтому надо просто делать открытые ковры, там, по борьбе вторник, там, в пятницу ММА должен быть открыт ковер. Но так таковых у нас и залов нету больших. Чтобы супер было, чтобы там была сетка. Если бы это было, да. Я побывал в Питере, я осознал то, что нам очень велико. Ну, я надеюсь, этот факт, ну, есть куда расти. Будем расти, будем стараться развиваться. Если надо расти, по любому случаю, надо расти. Ну, ладно, пожелаем Ивану удачи. Мы очень сильно и горячо за него всегда болеем. Ты побеждай, а мы будем тебя поддерживать. Спасибо вам. Я тренируюсь, буду побеждать.